Друзья, вы уже видели это чудо арабской архитектуры? Да-да, это вот этот стеклянный бублик у меня за спиной, ведь это не что иное, как настоящая машина времени. Добро пожаловать на мой канал DreamLife и сегодня я вас проведу по новому музею, который открылся в этом году, музей будущего, в котором нас познакомят со всем, что произойдет в Дубае в 2075 году. Билеты в этот музей, как и другие достопримечательности Дубая, можно приобрести онлайн. Ссылочки на сайты я оставлю в описании к этому видео, там выгодные цены и очень большой выбор как билетов входных в какие-то места, так и отдельных экскурсий. Так как это относительно новая достопримечательность, то сейчас здесь ажиотаж среди туристов и билеты достать достаточно трудно даже онлайн. Билеты нужно покупать за 2-3 недели. Ловите от меня небольшой лайфхак, как приобрести билеты. Когда вы пройдете по той ссылочке, что я оставила в описании, посмотрите там даты и если вдруг на вашу дату уже не оказалось билетов, то тогда вы можете сделать следующее, как сделала я. Вы можете найти в интернете официальный сайт этого музея, там также все на английском, но там тоже можно забронировать и купить билеты. Так вот, там также на ваши даты сначала не будет билетов, но если мониторить этот сайт и обновлять его, например, каждый час, каждые 2 часа в течение там 1-2 дней, то на ваши даты могут появиться свободные окошки, например, на какое-то одно время. И таким образом вот я и сделала. Я обновляла 2 дня и наконец-таки мне выскочила свободная дата. Видно, это случается, когда кто-то отменяет какое-то бронирование или возвращает билет. Итак, здесь есть парковка, она бесплатная подземная, первые 3 часа бесплатно и потом каждый дополнительный час 20 дирхам. Здание музея – это настоящее чудо инженерной мысли. Журнал National Geographic включил его в список 14 самых красивых музеев мира. Уникальная эллиптичная форма здания олицетворяет собой взгляд Дубая в будущее. Эллиптическая пустота в середине структуры представляет собой инновации и все то, что пока неизвестно о будущем. Музей возведен на холме и состоит из нескольких уровней. Главное семиэтажное здание построено без каких-либо внутренних опор. Фасад украшает резьба с каллиграфией, контуры которой служат своеобразными окнами. На фасадных панелях вырезаны три фразы из стихов шейха Мохаммеда Ибн Рашида Аль-Мактума. Кстати, эти панели были изготовлены роботами. Также в этом здании находится штаб-квартира проекта Great Arab Minds, главная цель которого – собрать тысячу талантливых арабских ученых в различных областях науки. Вы только посмотрите, какие тут очереди. Ну, в принципе, как во всех местах туристических Дубая придется стоять минут сорок. Здесь можно, я так понимаю, купить билет, но вот написано уже, что полностью все заполнено. Так, с моим электронным билетом я прошла туда к девушкам за компьютер, и они мне выдали вот такой вот браслетик. Ну что ж, здесь уже на входе чувствуешь себя как в космическом корабле. Первая секция посвящена космическим исследованиям, и с помощью виртуальной реальности сейчас нас отправят на орбитальную станцию в 2071 год. Здесь я, я единственная – это концерн. – я, Элформа, яộc елитка до Музеюль 1994. Музеяheurehaltие в сообщество начинается н انформироваться с праздником Как во все все л Aur Hospital Chapter backward, я мог бы добитьсяzie вам beloしょう, по network секция существа и стар Naomi Young-iverso. Ну что ж, добро пожаловать на борт нашего космического корабля. Сейдаки садаки, а на каэда салай. Сейдаки садаки, а на каэда салай. Сейдаки садаки, а на каэда салай. Здесь нам представили уменьшенный прототип орбитальной станции, которая будет выполнять множество функций. Но основное это то, что это будет командный центр в проекте по добыче энергии из космоса. Для этого на Луне построят многокилометровый пояс из солнечных панелей, которые будут добывать энергию Солнца и затем передавать ее спутникам и в командный центр. А тот, в свою очередь, передаст ее на Землю, на специально построенную принимающую станцию. Есть комната с космическими экспонатами. Например, вот такой собачий скафандр. Шлем исследователя дальнего космоса. Прототип детского костюма. И даже вода астероида. Также здесь есть интерактивный пульт управления, где можно выбрать необходимый раздел, например, про спутники или лунную станцию. И с помощью голограммы и компьютерной графики нам все покажут подробно. Субтитры создавал DimaTorzok Еще из интересного есть то, что одним касанием браслета можно увидеть себя в скафандре. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий этаж посвящен биологической генной инженерии. Мы попадаем в уникальную комнату, которая хранит банк данных с ДНК всего живого на планете. Здесь представлены 2400 видов животных, птиц и растений. Также здесь мы можем узнать, какие из видов смогут дожить до 2071 года, а какие вымрут. Когда-нибудь по этим ДНК можно будет воссоздать животных и растений и возможно уже даже на другой планете. ДНК ДНК Дальше мы попадаем в мир растений будущего. ДНК 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 Это обсерватория, где разрабатывают и выращивают новые виды растений и животных. Каждое растение в своей капсуле и на стекле высвечивается информация. ДНК Некоторые из этих новых видов уже выпущены в экосистемы по всему миру и ученые наблюдают за их развитием. ДНК 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 Субтитры создавал DimaTorzok А вот следующий этаж призывает нас отдохнуть от технологии и расслабиться. Тут такая прикольная стука сделана. На самом деле на полу обычное ковровое покрытие мягкое. Здесь эта зона, она немножко утоплена вниз. И вот этой проекцией битвы постоянно кажется, что ты идешь и под тобой шевелится этот пол. Но это всего лишь иллюзия. В нескольких комнатах с помощью ароматерапии, вибрации нам предлагают погрузиться в медитацию и самоанализ. Тут можно расслабиться и даже провести групповую медитацию. v advisory на эту Ohio. Фииа. 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 Слышите? Поздравляю! Вы достигнули гармонию! Ну и наконец этаж новинок в робототехнике, машиностроении и медицине. Здесь представлены электрокары, электрический, беспилотный, общественный транспорт, который скоро заменит обычный. Прототип первого бесступичного электровелосипеда с защитой от угона по отпечатку пальца. Летающий костюм. И конечно же знаменитый робот-собака, только уже немного в рестайлинге. Где-то я эту собаку уже видела. Сначала ее видели на Алиэкспресс, потом ее представили на российской выставке, только она была в свитере. А сейчас опять я вижу ее здесь. Так кто же все-таки у кого спер эту собаку? В этом углу нам рассказывают про альтернативные источники энергии. Это солнечный парк, который уже построен в Дубае с тысячами солнечных панелей. Добыча энергии с помощью ветра. Или вот такой прототип самолета, работающего на водороде. А вот и робот-андроид, которого можно будет применять в качестве сотрудника в различных сферах. Кстати, ему можно позадавать вопросы. Альтернативные источники энергии. В секции медицины нам представлены органы человека, напечатанные на 3D-принтере. Кстати, на животных эту технологию уже испытали. Осталось испытать на человеке. Проекты приспособлений, которые будут облегчать жизнь человека при нагрузках. Костюмы виртуальной и смешанной реальности, а также многое другое. Также представлены роботы-игрушки для обучения детей и детей с особенностями развития. И наконец-то мы поднялись после всех этих этажей и залов на обзорную площадку, которая находится, можно сказать, в центре публика. Ну что ж, друзья, а закончить хочу знаменитой фразой шефа Мухаммеда, которая высечена на фасаде этого здания. Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, проектировать и построить. Будущее не ждут, а создают своими руками. Ну что ж, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok